Привет всем тем, кто следит за моими роликами, как у меня идут дела с Межрегионгазом. Сегодня хочу быстренько пробежаться по федеральному закону, который называется «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами». Я изучила этот закон, из него я поняла, что ООО «Межрегионгаза» должен быть договор с платежным агентом, то есть это с той организацией, которая принимает платежи от физических лиц, то есть от нас. И номер этого договора они должны указывать вам в кассовом чеке, ну или хотя бы на квитанции, которые они вам высылают. Ну вот как у нас, если вы посмотрите на квитанцию по коммунальным услугам, у нас как раз такой там договор указан, номер этого договора. И указан спецсчет 408.21, но хотя они это обязательство не исполняют, а все равно перечисляют деньги на расчетный счет 407.02. Это, конечно, является нарушением. Дело в том, что когда юридическое лицо открывает такой спецсчет, то согласно 86-й статье Налогового кодекса, Сбербанк просто обязан сообщить в налоговый орган о том, что открыт такой счет. И, соответственно, налоговая должна это юридическое лицо контролировать, ну и, наверное, собирать с него налоги. Я так это понимаю. Здесь также прописано, что если платежный агент передает, то есть вот этот прием платежей, то есть осуществлять субагенту, то, соответственно, у них тоже должен быть договор. И то только если это прописано в договоре между поставщиком и платежным агентом, который должен быть, кстати, зарегистрирован в нотариальном порядке. Также тут написано в четвертой статье, значит, это пункт 21, я вам сейчас его зачитаю, что кредитные организации не вправе выступать оператором по приему платежей или платежными субагентами, а также заключать договоры об осуществлении деятельности по приему платежей физических лиц с поставщиками или операторами по приему платежей. То есть из этой статьи я понимаю, что банки, они вообще не имеют права принимать от вас вот эти платежи. То есть это только с платежным агентом, да, это вот как у нас в Волгограде, это там ООО «Машин Инвест», допустим, то есть сидит какая-то организация и принимает от вас денежки. Ну никак, ни в каком случае это не банк должен принимать, это уже нарушение. Значит, что я нашла на сайте налогового органа, нашей налоговой. Вот они тут пишут, значит, что прием платежей без зачисления принятых от физических лиц наличных денежных средств на специальный банковский счет, а также получение поставщиком денежных средств, принятый платежным агентом в качестве платежей на банковские счета, не являющиеся специальным банковским счетом, не допускаются. Таким образом, использование платежным агентом и поставщиком спецбанковского счета при приеме платежей от физических лиц является обязательным, и за это предусмотрена ответственность. Это статья 15.1 КАП РФ. Штраф предусмотрен за это 40-50 тысяч рублей. То есть, если вы перечисляете денежки на спецсчет 407.02, от вас требуют, то можно, я так думаю, смело писать там жалобу ФСБ в прокуратуру или в следственный комитет, что, значит, Межрегион ГАЗ нарушает этот федеральный закон и принимает деньги не на спецсчет 408.21, как должно было быть, согласно 103 этому федеральному закону, я так понимаю, на расчетный счет банка, вот, что является нарушением. Поэтому вот мое действие личное, можно каждый месяц подавать на них иск за административное правонарушение согласно статье 15.1 КАП РФ и писать жалобы, допустим, в различные инстанции, вот, что они тогда будут делать. Вот, как бы, мое действие будет такое. Вот, ну, сегодня все, что я хотела вам сказать. Завтра у меня суд состоится, да, в 2 часа. Обязательно снимем ролик, как у меня дальше продвигаются события, значит, с Межрегион ГАЗом. Всего хорошего, пока! Субтитры подогнал «Симон»!